МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завтра в нашей стране намечаются грандиозные торжества. Белорусская милиция отмечает свой 100-летний юбилей. По этому поводу у нас в гостях сегодня представители органов внутренних дел. Итак, встречаем. Начальник главного управления идеологической работы МВД Эдуард Александрович Ярошук, полковник милиции. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. А также ветеран органов внутренних дел, полковник милиции в отставке, в прошлом начальник управления уголовного розыска МВД БССР Михаил Иванович Афанасьев. Доброе утро. Доброе утро. Хочется, конечно же, с наступающим праздником поздравить, раз уж мы можем воспользоваться такой ситуацией, служебным положением. Поздравляем, конечно же, крепкого здоровья и побед на всех фронтах. Спасибо. Эдуард Александрович, уже какой-то хорошей традицией стало встречаться нам в канун праздника, в канун Дня милиции, и нам очень приятно. Но сегодня такой особенный случай, потому что юбилей, конечно же, грандиозный. Что тут говорить, первый такой юбилей за всю историю милиции. Вековой. Вот как Министерство внутренних дел готовилось к этому солидному юбилею? Вы знаете, наверное, скажу немножко таким формальным, сухим языком. Готовились системно и целенаправленно. Более двух лет назад министр утвердил план подготовки. И многое из этого плана, не многое, а 100% намеченного, оно сделано сегодня. Выпущены памятные монеты к столетию. Сегодня выпущена почтовая марка. Сегодня издан совместно с издательством двухтомник «Сто лет истории милиции. История и современность». Уже состоялась презентация художественного фильма «Следы на воде», посвященного столетию белорусской милиции. Вот, в частности, сегодня праздничный концерт во Дворце Республики. И завтра, соответственно, милицейский так называемый парад, который проводится впервые в истории белорусской милиции. Это уже факт, и я надеюсь, мы его достойно проведем. Но праздники праздниками, давайте к будням вернемся. Ведь, на самом деле, ваша служба, она опасна и трудна, и не видна, что обидно иногда бывает. Тем не менее, результаты и успехи достигнуты очень серьезные. По нашим улицам можно без проблем перемещаться. Это отмечают и приезжающие, и те, кто живут в нашей стране. Как достигаются такие результаты? Ну, вы знаете, наверное, очень емко об этом сказал недавно министр внутренних дел Игорь Анатольевич Шуневич. Он отметил, что наивысшая оценка для него, когда о работе милиции вообще не говорят, ее не заметно. И сегодня действительно сформировался определенный тренд Республики Беларусь. Это обеспечение какой-то общественной безопасности. То есть, есть определенный уровень. На одном из интернет-сайтов, когда даже в этом году уже изучали, говорили о том, что мы чуть ли не на десятом месте сегодня в мире по уровню безопасности в целом. Наша Республика Беларусь. И сегодня эта политика дает свои плоды в части реализации специальных комплексных программ, в части отношения руководства страны к этой проблематике. В целом, формируя, в общем-то, правосознание жителей страны, направленное на правопослушное поведение. Действительно, преступление можно и предупредить, и предотвратить тем самым, послушав, что это неправильно. Становится модным быть нормальным гражданином своей страны, патриотом законодательства. Мне вот нравится, если такой слоган есть, Беларусь – страна для жизни. Совершенно. Витебской области. Тогда, конечно же, не было таких высоких технологий, чтобы так раскрывать преступность. Вот с чем приходилось тогда сталкиваться? Дело в том, что я пришел в милицию в 1957 году. Кстати, а это ваша была какая-то детская мечта? Либо судьба привела? Нет, это литература Фенимор Купер, Конан Дойль и, значит, Дюма и наши писатели Шейнин, Лазутин. Мечтали быть сыщиком. И в то время, да, и в то время была, так сказать, установка такая в литературе, что кругом враги. С врагами нужно бороться. И поэтому я себя представлял только юристом, только сыщиком или следователем. Хотя в то время не разделял, не понимал, чем отличается сыщик от следователя. И поехал поступать в Московский государственный университет на Юрфак. А оттуда волей судьбы меня перебросили в Минск, в Минскую школу милиции. Закончив ее, в 1959 году я был направлен работать и начал работать оперуполномоченным уголовно-розыска Аршанского ГОВД, город-дела милиции. Кстати, попросился сам, потому что, ну, узнал немножко, что это, что такое Орша. После войны воры в законе, так называемое, первый съезд решили проводить в Орши и съехались туда. Но мы, получив информацию, приняли все меры к тому, чтобы, так сказать, не допустить этого. Вот тогда они, часть сбежала, часть уже, значит, не попала. Испортили съезд, короче говоря. Да, и они провели свой съезд в городе Гомеле. Вот там я и прошел, ну, если можно сказать, курс молодого бойца. То есть получал первые практические навыки. Как мы работали, знаете, в то время была песня, такая, раньше думая о родине, а потом о себе. Вот мы так и работали. Ну, например, для меня и большинства сотрудников нормальным явлением было 200-220 дней в году быть в командировках. Ну вот, мы раскрывали практически, добивались очень хороших результатов за счет того, что отношение к работе и учебы. Вы, наверное, согласитесь, что технологии меняются, а люди, которые выбирают эту мужественную профессию, наверное, нет. Ну, я имею в виду по нутру своему. Ну, вот чем должен обладать, какими качествами мужчина, который выбирает для себя эту профессию? Знаете, есть такая молитва. Говорит, Господи, помоги серым, больным и убогим. Так вот, тот, кто работник, понимает такое, у него есть чувство сострадания, во-первых, к другим, к униженным, обиженным. Значит, он готов сражаться за справедливость, за торжество справедливости. Это первое. Во-первых. То есть, когда есть у него порыв такой душевный, благородный, то он пойдет работать туда. Да, потому что работа в уголовном розыске – это работа интересная, увлекательная, романтическая. Это общение с людьми, массой людей приходится общаться. Но очень трудная в личном плане и даже, можно сказать, неудобная. Потому как работа, если вы смотрите кинофильмы, то по телевизору работают утром, вечером, в выходные дни. Они все равно круглосуточно на связи. И как семьи к этому относятся? Действительно, это страдают семьи, это страдают все. И поэтому, если человек готов ко всему этому, чтобы переносить эти тяжести и лишения, то он будет состояться как работник уголовного розыска. А у нас есть сюжет. Там учащиеся лицея МВД делятся своими впечатлениями. И вообще сейчас узнаем, готовы ли они к этой нелегкой службе. В специализированном лице Министерства внутренних дел Республики Беларусь с утра царит предпраздничное настроение. Учащиеся приятно волнуются, ведь завтра им предстоит участвовать в торжественном мероприятии, которое посвящено столетию милиции. Специально по этому важному поводу ребята три месяца разучивали барабанный марш. Сегодня последний день репетиций. Все должно быть отточено до мелочей. Для меня это достаточно почетно, потому что столетие милиции – это бывает раз в жизни. А я буду идти в коробки специально лицея МВД. Это для меня очень значимое событие. Лицея МВД – относительно молодое учебное заведение Беларуси. Полтора года назад оно было преобразовано из бывшего кадетского корпуса. Сегодня здесь обучается 220 ребят – ученики с 7 по 11 класс. Каждый из этих юношей мечтает связать свою жизнь с милицией. Учусь трой год, после лицея я хочу поступить в военную академию в все-таки трех войск. Ну, так как там тоже проходят военные службы, но относятся все равно к министерствам наших дел. Я считаю, что это мужская профессия. То есть все тобой гордятся, твои близкие, родные. Я считаю, что это очень почетно. А вот новобранец Иван мечтает в будущем стать следователем. Чтобы попасть в элиту, уже сегодня приходится усердно стараться. Парень учится на восьмерке-девятке и с удовольствием постигает азы профессии. Мне нравится раскрывать какие-то дела, участвовать в этом процессе, какие-то высказать улики. И профессия, вот такое призвание следователя мне нравится. В лице МВД можно встретить ребят со всей республики. Их жизнь проходит строго по распорядку. Подъем с 7 утра, зарядка, спортивные тренировки, учебные занятия. Также есть и специализированные предметы. Строевая, огневая, медицинская подготовка, особенности юриспруденции. Посещаем мы и рабочие места сотрудников органов внутренних дел, посещаем районы управления внутренних дел, отделы. Конечно, уже все-таки идет в целом задача, что они будут еще сотрудниками органов внутренних дел. Поэтому судить по первому-второму курсу надо. Конечно, 99% изъявляют желание, как правило, поступать в наши ведомственные вузы. Учиться в таких спартанских условиях непросто, но интересно. К тому же у ребят есть хороший стимул. Если на последнем курсе обучения по итогам года средний балл по всем дисциплинам составит не ниже 7 и будет положительной характеристика, можно без сдачи централизованного тестирования поступить в Академию МВД. На сегодняшний день около 30% тех учащихся, которые обучаются, как правило, это дети бывших сотрудников или действующих сотрудников органов внутренних дел. Поэтому есть определенная преемственность. Я думаю, она с каждым годом еще будет увеличиваться. И уже дети осознанно, уже знают, куда, что их ожидает в последующем. В лицее МВД обучаются только ребята, девушек пока не берут. Да и выдержать такой активный ритм леди было бы непросто. Зато эти юноши видят перед собой цель – в будущем стать офицерами милиции. И идут к ней, несмотря ни на какие трудности. Диана Галих, Андрей Иваненко. Утро. Студия. Хорошего настроения. Михаил Иванович, а скажите, вот, например, в «Восьмикласснике» уже можно разглядеть в будущем успешного следователя? Ну, если можно, сразу ремарку, так сказать, не супа. Дело все в том, что во всех кинофильмах, большинстве детективов называют работник, получается так, что раскрывают преступления следователя. Ну, это делается для того, чтобы прикрыть, закамуфлировать, если можно так сказать, деятельность работника уголовного розыска. Те методы, личный сыск, значит, и оперативно-розыскную деятельность, которые не подлежат огласке. И получается, что раскрывают преступления следователя. Хотя это не так. Следователь, он занимается только процессуальным оформлением. Михаил Иванович, у вас есть возможность прямо сейчас обратиться к своим коллегам, а также к тем, кто сейчас на посту, и пожелать искренние слова поздравлений. Я хочу пожелать ветеранам уголовного розыска здоровья и благополучия, самое главное. А тем сотрудникам, которые сейчас работают, успехов, повышения профессионализма настоящего, и чтобы они сохраняли те традиции, тех достигнутых высот, которые достигли предыдущего поколения работников уголовного розыска. Ну и спокойствия и благополучия всеми. Мы очень рады, что вы сегодня, в этот предпраздничный день, пообщались с нами. Примите наши искренние поздравления еще раз. У нас в студии были начальник главного управления идеологической работы Министерства внутренних дел Республики Беларусь Эдуард Александрович Ярошук и ветеран органов внутренних дел, полковник милиции в отставке, в прошлом начальник управления уголовного розыска МВД БССР, Михаил Иванович Афанасьев. Спасибо вам большое, с праздником и отличного настроения. Спасибо. Мы прощаемся с нашими гостями и передаем слово коллегам из информационной службы. Смотрите новости, а потом возвращайтесь в нашу студию. Субтитры создавал DimaTorzok